Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машин и шин. Для вас самые последние новости. Исторические факты из мира шин и автомобилей. Как обычно, перед началом новостей прошу всех наших подписчиков подписаться на наш канал в Телеграм. Это позволит вам быть в курсе последних событий в шинной и автомобильной индустрии. Начнем с новостей российского рынка. В Воронежской области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшее промышленное предприятие». Победителем в номинации за цифровое развитие промышленности стало воронежское предприятие «Сибура» – «Воронеж Синтез Каучук». Цифровая трансформация стартовала на воронежском предприятии «Сибура» в 2018 году. За четыре года активного внедрения цифровых инструментов «Воронеж Синтез Каучук» получил свыше 550 миллионов рублей экономического эффекта. Цифровизация позволяет не только положительно влиять на эффективность технологических операций, а также повышать уровень охраны труда и промышленной безопасности. Например, такое средство, как промышленный интернет, позволяет персоналу удаленно вести контроль за оборудованием, а роботизированные комплексы исключают полностью тяжелый ручной труд. Рабочим Барнаульского завода «Нортек», где в начале декабря произошел крупный пожар, продлили время простоя до 31 января. Мощный пожар, напомню, в цехе подготовки завода произошел 9 декабря. Возгорание случилось рано утром, и площадь, которую захватил огонь, по данным регионального управления МЧС, составил 1000 квадратных метров. По плану восстановления производства пострадавший цех планирует разделить на отсеки и оперативно ввести в строй уцелевшую часть, чем обеспечит запуск не менее 50% мощности производства за три месяца. А затем восстановят и остальную часть помещений, где разместят более производительное и современное оборудование. Новосибирский производитель оборудования по утилизации вторсырья «Эко Голд Стар Экспорт» планирует запустить линию по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий. В соответствии с российским законодательством, компания уведомила о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки его воздействия на окружающую среду. Новость для автолюбителей. В Россию начали завозить кроссоверы Samsung XM3, в том числе и на заказ по схеме параллельного импорта. Этот кроссовер является почти точной копией популярного ранее в России Renault Arkana, который выпускался на бывшем заводе Renault в Москве. Кроссовер выпускается на южнокорейском заводе в Пусане, откуда и поставляется в нашу страну. Теперь переходим к зарубежным новостям. Компания BMW M выбрала шины Pirelli Petzero Elect для нового BMW i4 M50. Это полностью электрический автомобиль, разработанный высокопроизводительным подразделением бренда. Pirelli поставляет оригинальные шины для передней оси размером 255-35 R20 и для задней оси 285-30 R20. 18 января Cylon Group объявила об инвестициях в размере 833 миллиона юаней, это почти 100 миллионов фунтов стерлингов, на модернизацию производства шин ОТР на своем заводе в Циндао, Китай. Модернизация позволит Cylon производить шины ОТР размером до 49 дюймов включительно. Производитель шин намерен завершить эту модернизацию и скорректировать свой производственный план в течение 10 месяцев. Являясь эксклюзивным партнером по шинам для Lamborghini Huracan Serato, компания Bridgestone разработала полностью изготовленную на заказ внедорожную шину Duler All-Terrain AT002, дополняющую внедорожный суперкар и его полноприводную трансмиссию. Модель Duler All-Terrain AT002 предназначена для использования на дорогах общего пользования и бездорожья. Она оснащена новой резиновой смесью и специально интегрированными плечевыми зонами, которые обеспечивают высокий уровень сцепления на всех типах местности, включая глубокий гравий и грязь. Bridgestone также разработала рисунок протектора, обеспечивающий превосходную управляемость на высокой скорости без снижения уровня сцепления на бездорожье. По новому трехлетнему соглашению компания Pirelli будет поставлять шины для горных велосипедов MTB, для команды Track Factory Racing XC, DH и Enduro. Поставляемые шины Pirelli включают линейку Scorpion XC для использования в соревнованиях по пересеченной местности, а также новые шины Scorpion Race Enduro и DH. Новое партнерство позволит компании Pirelli и поможет ей в разработке новых продуктов для горных велосипедов, а команда предоставит отзывы из первых рук и результаты испытаний, проведенных как в горных условиях на гоночных трассах, так и за их пределами. Ну вот и все на сегодня, ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся через неделю, подписывайтесь на наш канал в Телеграм и Ютуб, чтобы оставаться в курсе самых последних новостей и новинок шинного рынка. Посетите наш сайт интернет-магазин 4точки, профессиональный эксперт в области шинодисков. В электронном каталоге нашего интернет-магазина вы найдете широкий ассортимент шин и новинок, о которых мы рассказывали в наших новостях. Удачи!